Заблуждение обязательно очень большое у пациентов, что вот можно не спать месяц, можно не спать год и так далее. То есть, скорее всего, они просто не понимают, не осознают собственный сон. Вот такая ситуация. Так тоже бывает, когда пациент говорит, что мама плохо спала, бабушка плохо спала, и вот я тоже плохо сплю. Но все-таки 90% это различные стрессовые ситуации, тревожные расстройства у пациентов, депрессивные эпизоды. То есть это в основном психосоматика. Я заставляю таких пациентов в любую погоду выходить на улицу и час вокруг дома или полчаса вокруг дома одному, либо с собакой, не надо с мужем или с подругой. Надо ходить одному, чтобы мысли просто ушли в какое-то другое русло, на осознание. Хороший ритуал сказать своему соседу по постели, я тебя люблю, поцеловать и уснуть. И даже если человек спит, все равно это сделать. Это не для него, это для себя. Алексей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Часто можно услышать, у меня бессонница. А с точки зрения медицины, что это такое? Бессонница – это состояние, которое возникает вследствие нарушения сна. Это может быть прессомнические нарушения, то есть человек не может уснуть, и интерсомнические нарушения. То есть когда человек засыпает и по ночам просыпается. При этом должно быть обязательно нарушение дневной жизнедеятельности, то есть человек должен быть разбитый, уставший, потому что очень часто пациенты говорят, что у меня бессонница, я не сплю там день, месяц, год и так далее. Но чувствую себя замечательно. То есть скорее всего это либо неузнавание собственного сна, либо неудовлетворенность собственным сном. И обязательно должно быть достаточное время и условия для сна. То есть плохой сон на дежурстве на стуле – это не считается патологией. В книге рекордов Гиннесса максимальная длительность человека без сна – это 11 суток, и то с помощью различных препаратов. Поэтому заблуждение очень большое у пациентов, что можно не спать месяц, можно не спать год и так далее. То есть скорее всего они просто не понимают, не осознают собственный сон. Вот такая ситуация. А какие главные причины нарушения сна? Основные причины в 90% составляет психоэмоциональный стресс. То есть в основном нарушение сна возникает у человека вследствие каких-то либо эмоциональных, либо физических перегрузок, болезни себя, либо родственников. То есть в основном это какой-то дистресс-синдром. Все остальные проблемы – это ситуационная бессонница, обусловленная переездами, обусловленная какими-то нагрузками на работе, приходящими либо уходящими. Генетически детерминированная бессонница тоже существует. 37,5% людей, которые испытывают бессонницу, истинную бессонницу, может передаваться по наследству. Поэтому так тоже бывает, когда пациент говорит, что мама плохо спала, бабушка плохо спала, и вот я тоже плохо сплю. Но все-таки 90% – это различные стрессовые ситуации, тревожные расстройства у пациентов, депрессивные эпизоды. То есть это в основном психосоматика. О каких-то заболеваниях бессонница может говорить не психосоматических? Есть состояния, которые, например, мешают спать. То есть различные болевые синдромы. Например, синдром апноэ во сне – это остановки дыхания во сне. Вы знаете, когда человек храпит-храпит, задохнулся, потом схрапывает и снова начинает дышать. Это апноэ ассоциированная бессонница. То есть человек не может спать из-за того, что будет его нарушение дыхания во сне. Различные психологические, опять же, заболевания, которые будут, например, сновидения, которые часто будут пациента, позывы в туалет, к примеру, и так далее. Поэтому очень много состояний вызывают нарушение сна. Взрослому человеку сколько нужно спать? Скваленые 8 часов или можно меньше? Норма Европейской ассоциации сна от 6,5 до 8,5 часов – недосып плохо и пересыпать тоже плохо. Но в принципе мы стараемся, если мы лечим пациента различными ритуалами отхода ко сну или депривацией сна, то есть снижением сна. Есть пациенты, которые плохо спят, потом начинают хорошо спать и начинают отсыпаться. Спал 4 часа, буду спать 17. И мы, наоборот, не даем ему спать и создаем различные условия, чтобы будить пациента. Но в принципе мы стараемся, чтобы человек спал от 6,5 до 8,5 часов, если человек не спит днем. А играет роль, во сколько ложится спать? Например, завтра утром никуда не надо, сейчас лягу в 2, встану в 11. Это нормально или нет? Если это однократная ситуация и обязательно молодой человек, здоровый, это можно себе позволить. Если это регулярные какие-то состояния и в последующем отсыпание, то есть переизбыток сна, разрушается мелатонин и возникает дефицит ворота сна. Что такое ворота сна? Это пик выработки мелатонина. Например, вы приходите с работы, уставшая, хочется спать, но надо покушать, покормить детей, все сделать. И вот наконец-то свое время настало, и хочется посмотреть любимый сериал. И вот сидите, и очень хочется спать. А потом досмотрю эту серию. Досмотрел, и уже уснуть не можешь, к примеру. Или пошел в кровать, а спать уже не хочется. Это вот мелатонин выработался, а потом разрушился. И вот если это постоянно делать, пересиживать на работе или пересиживать за телефоном, бороться со сном, чтобы досмотреть этот фильм, это очень часто срывается, и у пациента возникает уже такая выработанная ситуационная бессонница. Поэтому однократно, в принципе, можно, но регулярно этого делать нельзя. В принципе, мы все-таки стараемся придерживаться определенного времени отхода ко сну и определенного времени подъема с постели. Сейчас много информации в интернете, в том числе о бессоннице, и многие пишут, что обязательно нужно ложиться спать до полуночи. Или это так это, или это все-таки индивидуально? В нашем часовом поясе пик выработки мелатонина происходит в 11-12 часов. Поэтому пациенты действительно есть жаворонки и совы. Это, опять же, генетически детерминированная ситуация, когда мелатонин зовет нас спать рано, в 10 часов, к примеру, а кого-то поздно, в 12 часов. Но, в принципе, постсоветское пространство — это поход на работу к 8 утра. То есть не зря придумали к 8 утра вставать. Почему не сделали к 9? Мы бы с удовольствием обработали намного лучше. Уходили бы с работы на час позже, но зато бы мы отсыпались. Это наш часовой пояс, и у нас так принято. Например, если мы берем Китай или Японию, у них есть часовой отдых, например, или получасовой отдых, дневной сон, даже в офисах и так далее. Это сделано государством, на государственном уровне, для того, чтобы человек потом мог еще дольше работать. То есть поспавший полчаса уже не возникает такой патологической сонливости к 9-10 часам вечера. И человек может работать еще дольше. Поэтому у нас настроенность именно вот такая. Но правильнее действительно ложиться 11-12 часов. — А играет роль то, чем занимается человек в жизни? Где живет? В городе, в большом, в маленьком, в деревне и так далее? — Ну, наверное, ситуации бывают разные. Есть люди, которые работают, но в основном все-таки связано это с работой, а не с местом жительства. Если вы поздно приходите, то есть в идеале мы стараемся делать какой-то разрыв между работой и сном, или даже каким-то бытом человека. То есть люди, которые не могут уснуть из-за того, что у них много работы, они там ложатся, думают о работе, планируют собственный день, что им они будут делать, обдумывают, что они делали, как они правильно себя вели. Называется «сны мысли». То есть вроде как бы в сон не попал, но вот это вот такой винегрет в голове происходит. Поэтому делаются разрывы. Например, я заставляю таких пациентов в любую погоду выходить на улицу и час вокруг дома или полчаса вокруг дома одному, либо с собакой, не надо с мужем или с подругой, надо ходить одному, чтобы мысли просто ушли в какое-то другое русло, на осознание. И тогда не надо будет мозгу про это думать во время засыпания. А есть ли какая-то сезонность у бессонницы? Например, летом жарко, не могу уснуть, зимой холодно, а осенью вообще встать не могу, проснуться утром. Тогда это какая-то патология, потому что в основном это происходит вследствие серотониновых кризов. Серотонин – это нейромедиатор радости, который вырабатывается у человека. Чем больше солнышка, тем больше этого нейромедиатора, очень больше, не знаю, отдыха или каких-то положительных эмоций, которые ассоциированы у нас всё-таки с плюсовой температурой. Поэтому зимой, например, депрессии у человека больше. А весной, после перехода из зимы, больше тревожных расстройств. Поэтому эта сезонность связана именно с перепадами нейромедиаторов мозга. Это норма. То есть человека-бессонница в основном обостряется к зиме, потому что они привыкли ложиться, к примеру, позже летом, начинают ложиться из-за того, что на улице не погуляешь, там допоздна холодно. Надо ложиться раньше спать. Возникают такие вот сезонные изменения. Сезонность также бывает из-за перелёта в другой часовой пояс или из тёплой стороны в холодную и так далее. Но, в принципе, это так, не сильно значимо. То есть если это у человека происходит на регулярной основе, значит, надо к доктору искать, откуда проблему. Как обустроить своё спальное место? Вот какими должны быть подушки, матрас, освещение и так далее? Если человек здоров, и у него нет проблем с позвоночником, потому что всё-таки матрас и подушки — это больше такое вертебрологическое пособие, то есть в норме надо спать удобно. Да, матрас, всё-таки к матрасам мы пришли, к ортопедическим, это правильно, потому что изменение осанки действительно очень сильно происходит во время сна, и человек просто не высыпается, то что ему спать неудобно. Про подушку. На ортопедических подушках надо спать, когда это нужно. Вообще, в принципе, всю жизнь наши родители, бабушки, дедушки спали на больших периновых подушках, и им было удобно. Сейчас это просто гигиенически более правильно, другие составляющие материала. Если человеку удобно спать на ортопедической подушке, он может на ней спать. Если ему неудобно, и он любит спать на маленькой, на большой, если он действительно здоров, у него нет проблем с шеей, с брахиоцефальными артериями, сосудами шеи, то можно спать на любой. Так просто должно быть удобно. Зашторенное помещение, то есть чем темнее будет в помещении, тем лучше. Мелатонин разлагается при попадании света на сетчатку глаза, и даже если мы ночью проснулись, к примеру, включили свет или посмотрели на телефон, сколько время уснуть, намного сложнее, чем мы проснулись и закрыли глаза, и снова уснули. Даже есть такой лайфхак, если ты идешь ночью в туалет, то надо идти с выключенным светом. Но если нет возможности, надо идти с одним закрытым глазом. То есть чем света меньше попало на сетчатку, тем быстрее уснуть. Это доказано, на этом написана не одна диссертация. Проветренное, прохладное помещение действительно должно быть прохладное, когда есть возможность все-таки поставить кондиционирование в спальне. Это намного важнее, чем поставить кондиционирование на кухне. Поэтому это будет более комфортно для человека. То есть слегка прохладное помещение, зашторенные шторы. Если человек не может спать без света, то какой-то там маленький ночничок мерцающий можно заставлять. Что касается ритуалов каких-то перед сном? Что может улучшить качество сна? Что делать? Иногда мы учим ритуалам людей. Это часто происходит, когда мы снимаем пациентов со снотворных препаратов. И, наверное, порядком 30-40% людей, которые ко мне приходят, это пациенты, которые длительно принимали снотворные препараты, неправильные, неправильно назначенные, просят с них уйти. То есть помочь с них уйти. Потому что это действительно очень большая проблема и в нашей стране тоже. Потому что переизбыток снотворных препаратов и более-менее доступный их отпуск вызывает вот такую проблему. Поэтому мы выстраиваем ритуалы, замена препаратов на что-то, какое-то физическое действие. Ритуалы отхода ко сну обычные, которые можно использовать человеком. То есть нужно запомнить какое-то, придумать себе какое-то действо, которое будет в последующем заканчиваться походом в постель и сновидением. Что сейчас происходит в обществе? Это дум-скроллинг, листание новостной ленты перед сном постоянно. Это наши ритуалы. Есть пациенты, которые приходят и говорят, я так хочу спать, ну вот я просто умираю. Но вот пока я не полистаю, я вот не дам себе уснуть. Или я не усну. Я уверен, что если я не долистаю, это неправильно. Я расскажу тебе, может, немножко позже, если будет интересно. Поэтому это не очень хороший ритуал. Я люблю почистил зубы, пошел спать. Ритуал. И обязательно должно завершаться сном. Что всегда чистка зубов перед сном. Принял душ в кровать. Длительные ритуалы, например, погулял вокруг дома, лег спать. Нет возможности, открыл окно, постоял там 5 секунд, подышал, закрыл окно, лег в кровать. Тогда мозг ассоциирует как условный рефлекс, что вот время пришло, я ложусь спать. То есть между телевизором, между укладыванием детей должен быть какой-то ритуал. Хороший ритуал сказать своему соседу по постели, я тебя люблю, поцеловать и уснуть. И даже если человек спит, все равно это сделать. Это не для него, это для себя. Что касается телефона. За какое время нужно телефон в сторону отодвинуть? Сейчас это в контексте. Очень много, например, текоидных расстройств у детей. Я немножко отклонюсь от темы. Почему? Потому что раньше, когда мы были маленькие, нам не разрешали родители смотреть долго телевизор, потому что там это плохо влияет на мозг и так далее. Что сейчас происходит? Кроме зрительного восприятия сенсорной коры, мы еще используем моторную кору. Каждое вот это вот листание, это такой вот как бы такой флажочек, который мозг запоминает. Листнул, запомнил, листнул, запомнил. Поэтому вот просмотр телефона именно или сенсорных устройств перед сном – это воздействие на наше сновидение. Потому что очень часто то, что мы увидели перед сном, очень много будет выкладываться в наше сновидение. И наслаивается на какие-то ощущения. И мозг ночью не может понять, это действительно было какое-то ассоциативное действие в течение дня. Или ты просто это увидел в телефоне. Он все это перемешает, положит вам в голову, и вы это запомните на следующий день уже в неправильном контексте. Точно так же, как нам говорили, учите стихи перед сном, ложите книжку под подушку, вы это будете запоминать. Это действительно так. Самое последнее, что вы увидели перед сном, запомнится намного больше, чем какое-то яркое ощущение, которое вы испытали в течение дня. Поэтому действительно это вредно. Читайте книжку, слушайте музыку, читайте бумажную книжку, или читайте книжку даже в телефоне, если вы хотите. Но телефон — это свет. Вы светом разрушаете мелатонин. Поэтому лучше где-то приглушенная лампочка, а у вас в руках бумажная книга или электронная книга, чтобы не было какого-то воздействия на кору. То есть все равно наш мозг это воспринимает. Потому что мы даже здесь, в Беларуси, проводили исследования, что происходит с корой, когда человек засыпает под телефон или засыпает под книгу, когда книжку читает. Мы делали ночную энцефалограмму, это исследование работы коры головного мозга в период засыпания. И когда ты читаешь книжку или слушаешь музыку, альфа-ритм уменьшается, то есть активность коры уменьшается. Когда ты смотришь телефон, кора, наоборот, возбуждается, и мы через силу засыпаем. И вот у людей, которые очень много листают телефон перед сном, в последующем уже предопределено возникновение различных инсомнических нарушений. Или просыпания ночные, что чаще всего, либо нарушение самого сна. А что касается алкоголя? Я сейчас не говорю о каких-то больших количествах, но многие, там, бокал вина для хорошего сна, еще что-то. Это как влияет на сон? Алкоголь — это седатик, абсолютно такой же стандартный, как и снотворный препарат, неправильно подобранный, грубо говоря. То есть он просто улучшает сам процесс засыпания за счет седатики, он разгружает кору, то есть не дает возможности мозгу думать так активно, как бы ему хотелось. Но алкоголь нарушает фазность сна, то есть он не дает той глубины сна, которая нам нужна. Поэтому очень часто после того, как ты вроде ты выпил, проспал дольше, а не выспался и хочется спать еще, еще, еще. Если мы не говорим об интоксикационном синдроме после алкоголя, то есть даже там какой-то легкий переизбыток алкоголя он может это давать. Бокал вина не противопоказан, если вы хорошо спите. То есть абсолютно нормально, там раз в неделю, два раза в неделю никоим образом не помешает. Когда нужно обращаться к врачу? Когда ты там два дня плохо спишь, неделю, месяц, когда? Истинная бессонница ставится при трех эпизодах в неделю не менее одного месяца. То есть если человек видит, что он действительно достаточно часто не засыпает, либо просыпается, к примеру, часто по ночам, либо он спит, но не высыпается, патологическая дневная сонливость, храпит, часто там какие-то эпизоды потери сознания после просыпания. То есть надо идти к врачу. То есть я думаю, что человек сам понимает, что если, не знаю, там сердце болит, надо сходить к кардиологу, если живот болит, надо сходить к гастроэнтерологу. Ногой ударился, значит надо к травматологу сходить. Почему-то раньше сон никогда людей не беспокоил, он всегда беспокоил. И пациентов с нарушением сна, даже в нашей стране больше 30 процентов. Это очень много. А во всем мире это огромный-огромный пласт людей. Но раньше как-то стыдно было обращаться. Сейчас есть специально обученные люди, которые этим занимаются. И оказывается, что очень быстро можно помочь человеку. И люди мучаются это десятилетиями, если не больше. Поэтому если человек обеспокоен своим сном, то можно это вылечить. А к чему может привести такое длительное нарушение сна, если не лечить? Доказано, что есть риск артериальной гипертензии, есть риск сосудистых катастроф, инфарктов, инсультов. Соответственно, риск психосоматических заболеваний, тревог, депрессии, смешанных тревожно-депрессивных расстройств. В пожилом возрасте когнитивные нарушения, снижение памяти, работоспособности и так далее. Поэтому даже есть эксперименты, когда человек 3 дня не спал, то возникают уже корковые нарушения. Не спал специально, раньше пытали даже в войну нарушением сна. Поэтому возникают такие уже выраженные изменения в мозге, которые потом не возвращаются. Поэтому если человек действительно обеспокоен этой проблемой, то, наверное, надо это все-таки лечить. И я думаю, что каждый понимает, что в данный момент надо сходить к врачу. Надеюсь, понимают. Ну вот человек пришел к врачу, а что дальше? Как происходит диагностирование и лечение? Диагностика заключается обязательно в осмотре, в осмотре неврологам, потому что в основном проблема это неврологическая. Мы исключаем органическую патологию, то есть достаточно неврологического осмотра, досконального. Это понятно. Есть обязательные шкалы теста-опросники и обследование. На данный момент золотым стандартом в сомнологии является полисомнография. Это исследование всех структур организма, работоспособности организма в течение ночного сна. Мы смотрим, как работает мозг, как работает сердце, как происходит насыщение крови кислородом, как работает диафрагма, как работает насыщение крови кислородом, сатурация, из-за чего человек храпит, из-за чего он задыхается, из-за чего он просыпается, из-за чего он плохо засыпает. И, соответственно, можем поставить точный диагноз. Есть жизнеугрожающие ситуации, которые могут вызвать смерть во время сна. Это апноэ, остановки дыхания во сне и колоссальный риск сосудистых катастроф. Из-за этого мы исключаем эту патологию в первую очередь. Говорим, почему человек храпит. То есть не надо там сразу идти на операцию, там язычок подрезать или носовую перегородку менять. Можно даже после операции еще это усугубить состояние. Поэтому все идет через диагностику. Ну и подбор, соответственно, препаратов, какой-то фармакотерапии, режимов и так далее. Но проблемы сомнологически лечатся очень хорошо, если этого хочет сам человек. То есть это труд, это не просто там выпил таблетку и уснул. На это надо приложить усилия. Но те, кто хотят, выздоравливают все. А сонливость днем – это проблема? Даже вот вроде спал хорошо, а днем все равно такой... Значит, сон неэффективный. Значит, что-то работает неправильно. Восемь с половиной часов сна, там кому девять, кому семь. Днем должно, в принципе, хватать человеку. Значит, человек не успевает отдохнуть. Значит, либо он спит неглубоко, либо он просыпается, он про это не знает, либо какие-то процессы происходят в организме. То есть сонливость. Например, при апное, при том же самом заболевании, остановки дыхания вызывают падение насыщения крови кислородом. То есть во время сна человек испытывает кислородное голодание. И вот, соответственно, недосыпы. Поэтому храпящие люди вроде там спят хорошо, храпят себе на здоровье, там, по духу соседу, а ночью разбитые и уставшие засыпают, и за рулем засыпают и так далее. Поэтому вот это тоже верификация. Также мы можем делать электроэнцефалограмму. Это исследование коры головного мозга в течение сна. И можем точно сказать, как спит, из-за чего там, как фазы меняются. То строится гипнограмма, очень точная, очень кропотливое исследование, такое прям... Ну, это уже много-много ответов на вопрос. В аптеках сейчас очень много и БАДов, и лекарств, что-то рецептурное, что-то безрецептурное. Можно ли самому делать выбор, что покупать, чтобы хорошо спать или нет? Хороший вопрос. Знаете, когда в семье спрашивают, с чего начинают? Начинают там с теплого молока с медом, когда это заканчивается через неделю, грубо говоря, травки и так далее. Все точно так же заканчивается очень быстро. Самое распространенное снотворное в нашей стране – это алкоголь. Ну, это тоже понятно. Есть безрецептурные препараты. Если человеку помогают, в основном они рассчитаны на седатику. То есть человек расслабляется, засыпает. Если человеку, то пока помогает, на здоровье. Но если пациент принимает эти препараты, ему не помогает, он продолжает пить, увеличивать дозы и так далее, он просто загоняет себя в какое-то неправильное направление. Поэтому есть проблема, есть ее решение. Месяц попринимали травку, там какой-то, не знаю, чаек, препараты для улучшения сна, мелатонин в основном. Ну, к примеру, да, он безрецептурный препарат. Переизбыток приема мелатонина, гормона сна, улучшает сон. Отравиться нельзя, избыток выводится с мочой. В принципе, все идеально. Но только ты убираешь препараты, твой сон слетает, потому что твоего гормона, истинного, уже не нужно организму вырабатывать. Организм у нас ленивый. Замещаешь, снимаешь, потом его не хватает. Поэтому все должно быть правильно. Алексей Борисович, спасибо за интересный разговор. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok